так что у нас сам видос появился смотри сейчас со мной вай фай что там мари шкаф открой пожалуйста да есть а как это показывает есть сейчас заработал да это вай фай может сейчас народ подождем немножко рассказывать еще интересно по отзывам я по отзывам расскажу много людей которым требуется просто но ищем первую очередь людей которые могут писать обмен на товар плюс один доллар сейчас будем рассказывать сейчас нас тем тем более европа европа погоним сок нас там людей набежала здесь человек не густо теперь 9 у нас тут тема кончаются что постоянно постоянно все это писать а у народ вообще походе желание закончилось обсуждать наверное на видео обратно переходить что на самое интересующиеся не знаю но 10 человек мне кажется это вообще проще на ютюбе видео записывать записал и иголочки не сбиваешь сейчас открою напишите пожалуйста плюсики звук есть чинь-чинь-чинь комментарии включил хорошо полевую сети полюсики на вот звук есть как пять минут у нас уже прошло я думаю можно начинать 14 человек тоже количество возвратом но в любом случае по поводу тем на будущее наверно буду делать опросники потому что реально без бесконечно придумывать тема невозможно и повторяться тоже не хочется вот и за это буду просто выдаю выставлять какие-то вопросы плюс добавлять быть вопросы и будем за ней голосовать просто и будут смотреть какие более-менее темы популярны на эту тему и буду подготавливаться но по-другому никак сейчас в принципе без слов комментарий писать потому что расскажем надеюсь у нас в этот раз как раз коротенькой будет мероприятия мероприятия на вопросы ответим то есть если мы по европе прошлый раз достаточно подробным человек профессионально рассказывал о правилах работы на европе а в этот раз мы просто расскажем наши планы что мы планируем делать может быть кто-то больше знает что-то идей какие-то подкинет ну вот мне просто до из салер централ хорошо но для тех кто этим занимается ничего там интересного особо нет а показывать на чем аккаунте непонятно то есть вот показывать первой странице ладно хорошо а потом как вот этим всем заниматься я не знаю специально для этого салл централ какой открывает то же самое что и при регистрации аккаунта это неудобно мягко говоря это можно показать это нельзя да на скринах можно все это сделать к этому готовится но мне честно говоря не хочется оторитывать так ладно поехали я хотел рассказать по поводу в этом плане по поводу амазона европа мы по запустили свои вот эти курсы думаю многие знают видели вот и в круг курсах у нас есть такой момент то есть ну во первых вот что у нас только представить нас нет курса у нас есть консультации консультации они так скажем цикличные повторяющиеся каждую неделю одно и то же то есть наш нашу команду так скажем наш группу можно вступить раз каждую неделю вот то есть это на данный момент по большому счету получается как бы группа повышения квалификации потому что люди собрались особенно в продвижении товаров у которых как правило вас достаточно большой опыт и который уже торгуют как минимум одним товаром и не только на амазоне вот и основы с на курсы то есть курс у нас что дает мы создали фейсбук группу youtube канал на все как положено и как бы туда идет просто от всех фейсбук группа у нас это будет как бы ну пожизненно не знаю то есть один раз мы как-то познакомились пообщались то есть такой микрофильтр вот тех людей которые реально хотят работать на амазоне вот и по поводу курса мы еще обещали запустить товар вот думали мы где запускать как то есть я обещал америка европа но посмотрев на то что сейчас происходит принципе по америке большому счету все понятно вот здесь вопрос только кпд запуска то есть запустили 10 товаров и какое количество из них успешно не успешно когда то есть но это вот со временем набиваем но это уже не так не столь интересно интересно европой и решение запустить в европе свой товар товар мы сейчас выбираем думаем сейчас как каким товаром стартануется в европе у нас есть один из коучеров так скажем живет в италии у него есть открыты все категории товаров то есть не надо ничего делать хотят вчера у нас получилось так что все таки мы нашли способ открывать категории как бы запустили тоже сервис как и многие другие вот так что если надо обращайтесь вот но в европе мы уже все категории открыли по нормальному потому что человек есть собственный магазин в этом магазине он смог спокойно открыть все эти категории потому что он всеми этим товарами торгует реально надо ничего придумать инвойс рисовать вот после этого мы прикидывали как стартануть в европе через его аккаунт получается в италии по моему 23 мдс мы сейчас идем по схеме если мы везем товар на один склад но в одну страну например в италию мы будем платить мдс 23% ничего страшного при возе товара с нас возьмут эти 23% сразу мы начнем поставлять на один склад и теперь по новым правилам amazon мы можем поставлять на все склады то есть это англия германия италия франция и испания по моему вот и так как англия из германии основные рынки получится такая ситуация что мы по фи смотрели например если бы с англии например мы возим в англию мы платим там 1 7 фунтов или что-то в этом роде фи а если мы будем с англии торговать в германии вы платить примерно 3 8 то есть каждой продажи мы будем терять 2 фунта вот если мы это делаем в англии мы соответственно по англии нам это удобно нам это интересно мы минимально имеем максимальной продажи с минимальными затратами то есть мы уже там я не знаю там 40 процентов рынка контролируем без дополнительных а если в италии в италии продажи слабы и получишь нас фи достаточно большая то есть мы стали на данный момент перед таким вот вопросом как нам сделать правильно то что есть там эфирами сидела но по всей видимости надо будет в англии открывать юрлицо пост помимо всего прочего еще вопрос остается мы предположим открываем в англии юрлицо но стоит там несколько сотен фунтов не так страшно но проблематично открыть счет в англии надо взять туда ехать есть какие-то представительства в москве то есть там то есть можно что-то там вот реально но в любом случае это сложности это собеседование это бизнес-план много всяких моментов вот плюс бухгалтерия в любом случае сейчас на данный момент мы рассматриваем варианты имя пионер пионеры европы вот сейчас я все с менеджером пионера оптовым хочу переговорить по поводу того можно ли заменить ну не права отчеты в англии а именно работы через пионер у меня уже карточка европейской пионерской есть вот так что это было бы интересно но вот сейчас на данный момент мы пока переговор ведем и останется у нас тогда только бухгалтерия но по бухгалтерии будем или нанимать или начальном этапе будем сами смотреть плюс еще есть момент в каждой европейской стране куда мы будем вставлять товар есть минимальная я не знаю как правильно назвать сумма на оплату налогов то есть в англии 83 тысячи фунтов а например в италии 60 тысяч евро тоже интересный момент потому что мы конечно планируем на большие объемы и хорошие продажи но в любом случае это тоже немаловажный момент и это работает только тогда когда мы поставляем конкретно товар и платим индекс конкретно в той стране куда мы поставляем продукт вот что конкретно по европе наши планы всю эту историю мы в своих курсах грубо говоря все люди у нас участвуют в этом процессе будет сейчас у нас первая неделя пошла то есть вот у нас на то не субботу и воскресенье были первые общие вебинары это продвижение товара и это выбор товара вот и сейчас как раз мы на этой неделе надеюсь будем планирую с товаром что делать потому что товар мы хотим взять из украины у производителя потому что ну сам бог велел отсюда брать продукцию доставка недалеко то есть мы достаточно комфортно нам в любом случае получается сейчас но с другой стороны проблем продукции есть нет упаковки нормально мы сейчас упаковку будем думать где хорошую взять потому что мы хотим в категории бьюти в любом случае здоровье бьюти такие закрытые категории а там в любом случае наборной стоимость большое значение на имеет это упаковка сейчас нас упаковка работаем то есть планируем сейчас выбрать то есть определиться с товаром сертификатами потому что опять же есть сертификаты украинские не сертификатов европейских и надо понять то есть то что сертификаты на многие продукции например там ниже пояса нужны сертификаты выше пояса не ну точнее ниже пояса не нужны и выше пояса нужны сертификаты если там налицо если употребляешь пищу ну то есть надо вот эти моменты все узнавать вот что касается по европе это я просто план рассказал наш то есть чем мы сейчас планируем заниматься все остальное в принципе стандартно так же как в америке выбор товара его произвести брендировать кастомизировать и запустить сейчас на данный момент мы этим всем занимаемся просто сам начальной стадии надо с товаром определиться то есть получить какой-то продукт ну вот учите бестоимость принципе все у нас уже понятно остается запуск запуск как раз товара и сейчас сергей расскажет про также ищем обзорщиков кто в европе ко мне многие люди просто обращались по европе помочь и готовы были я в тот момент да у нас у нас мы собрали этих людей некоторые люди потом писали ну спрашивали там будем работать не будем то есть все заинтересованность есть и людям я говорю что пока нет товара и людям так и говорю правда потому что мы только собираем базу готовых людей ну сотрудничать смотрим как вообще люди ну есть потенциал грубо говоря нет потенциал потенциал есть определенное количество людей обратилось но мы опять же таки приглашаем говорится сотрудничеству стоимость товара ну плюс один доллар то есть то же самое по америке мы приглашаем людей которые готовы участвовать и по поводу прайма по европе я сегодня писал чат с амазоном переписывался амазон говорит что для каждой страны правильный минимал уточнял минималку уточнял бесплатного вывоза смотрели вроде 35 долларов стал теперь в принципе для страны как таковую поэтому они говорят что правильно действует только в пределах той страны которой то есть нет такого одного по евросоюзу но это на данный момент но сергей не ведом так как мы будем стартовать какой-то из европейских стран мы не будем пан европиана открывать потому что нам по бухгалтерии поводу может и дешевле это выйдет но это нам просто рутина не нужна нам надо максимально упростить найти просто товар с хорошим маржой и все это перекрыть вот и мы соответственно будем ставлять во все страны так что нам в каждой стране где вы живете вы там и будете покупать то есть кто-то в германии вот основная часть мне в германии в англии чуть-чуть а испания франция и испания франция италия тоже но везде в любом случае по чуть-чуть есть то есть везде если прайм есть и соперили минимальный вылаз то есть на данный момент несколько дней назад обратили внимание посмотрите у себя вроде как бы бесплатная доставка 35 долларов стала опять то есть январь на продаж на амазоне упали и amazon понизил минимальный порог бесплатной доставки но она просто не такая быстро будет но в любом случае это интересно вот то есть вот такая вот сейчас на данный момент ситуация который касается нашего вот этого запуска в европе вот что еще сергейте а есть интересно рассказать по обзорам ситуация сейчас по отзывам в америке какая ситуация то есть как таковых все просто людям чтобы понимали что не надо писать два абзаца отзывы просто очень многие на старте хотят писать большие объемные отзывы то есть оно как-то нелепо и но это моя точка зрения опять же таки не никому не навязываю выглядел потому что вчера и на курсах люди которые уже торгуют и которых есть чуть опыт и все расвещали тоже была поднята эта тема и было сказано о том что настоящие отзывы не пишутся большими нет большого текста по несколько абзацев и восьми фотографий короткий отзыв однако кривая фотографии кривая с кавычкой ну на фото пара просто на телефон на коленке грубо говоря поэтому что тоже как все также тяжело удалять все также перекрываем комментариями негативные отзывы пишут конкуренты объем работы большой поэтому не всегда всем получается вовремя ответить и обессудьте это не потому что убавляет на власти ну что ну общаюсь другими людьми других окнах скайпе чат поэтому все мы ответим вот в любом случае просто если по опыту нашему когда я раздавал по 30-50 штук в день через купоны эффект на данный момент это просто практически в 10 раз то есть можно раздавать по 1-3 эффект мне кажется будет больше чем даже раньше потому сейчас намного не стали раздавать намного меньше стали раздавать и сейчас однозначно сколько люди пишут сначала когда с недоверием да что типа ну товар мы увидите мой товар но это кто только ребята хочется тоже сказать что товар мы никуда ваш не уходят от нас и не все ревьюеры видят конкретно ваш товар кто-то выкупает мы все равно распределяем и по поводу то что я хотел продолжить о том смысле о том что сначала с недоверием а потом ну так видишь пишут в благодарственной письме ну это все пришло наверное звонят говорят спасибо что есть выкупов и товар на первой странице это действительно работает то есть это некоторые пишут что мы разводим что-то мы не делаем отзывы что мы там собираем информацию ну ребята каждый у вас своего как говорится видео а кто это пишет вообще я ни разу не видел ну есть знаете скрин сбрасывал я не хочу это так слушать я даже не читаю ну дуриков всяких пара то есть есть люди которые и пользуются нашими услугами просто мы не акцентируем на это внимание чтобы там написали на досках что-то там сипа комментируйте потому что ну и так нам хватает ну честно могу сказать нам не да мы не ищем клиентов мы делаем в первую очередь для себя для той группы людей для той группы которых вот тем более в обучении которой группа идет то есть им также помочь потому что реально это сложно это муторно и это невыгодно прибыли там никакой нет особой вот ну как сервис это офигенная вещь из-за этого я говорю составляющая курса я сейчас на данный момент не говорю что мы прикроем это лавочку и будем только через курс это продвигать но если совсем будет туго то может быть до этого и придется дойти на данный момент все как было так и есть я не об этом говорю о том что мы говорим по оптамерике даже 30 вот сейчас 20 30 отзыв это уже глобальный так скажем раздача в 50 я вообще молчу на самом деле 50 тысяч ни разу никому не делали да больше там 30 не делали потому что люди бывают первый десяток да трое говорит ну давай еще пять и все и потом они пропадают не видно не слышно там где там же даже отзывы если зависают через матрасу не проходит никто не пишет нет потому что у них и да и совершенно другие появляются задачи да понять заплаты стоимость товара в принципе не от кого не прячемся поэтому что если там где-то какие-то вопросы то мы на связь всегда выйдем ну вот и поэтому люди пропадают а потом да они там сервисом денису сколько пишут ну это действительно работает вот представляешь как европе будет работа я вот почему я не знакомых запускали мы когда в европе поначалу еще осенью там реально в пейпер клики на первой странице люди висели с нулем отзыва и еще все время когда мы раздавали через купоны реально группы все какие-то дрыщи в европе там английской там две-три группы я находил там немецкая то есть если там сотни групп у меня американских то европейских десяток еле-еле там наберется несколько десяток но китайцы уже тогда знали этот потенциал уже тогда написали что пожалуйста верните на воздух это вы доставку вам оплатим по англии все только там напишите даже тогда когда рекламу запускали на зиме отзывы на и товар продавался с одним каким-то по 4 розничным и китайцы все равно это знали ты расскажи еще момент о том что из англии доставка дороже чем из америки будет на украину скорее всего нас отвалится ну да но ты за это говорю то что имейте ввиду что самая халява именно с америка украины за это скорее всего по обзорам все наши обзорчики в украине отвалятся именно по европе потому что надо будет именно те кто живет европе вот и за это мы как бы это видео и снимаем и лайк проводим надеюсь многие услышат обращайтесь ко мне мы просто будем базу создавать это большой плюс вы узнаете много всяких нюансов с нами познакомитесь мы вы нас выручать мы вас выручим когда-то во-первых во вторых сам процесс задания сам процесс механики вот этой то есть вы уже будете понимать грамотно как запускать свой товар то есть откуда вообще откуда ноги растут это же вот сейчас разговор раздачи 10 там товаров 20 а как раздавать к каким ключам как это все сделать то есть это же тоже не просто так ну вот из-за этого тоже работа это тоже надо понимать какие ключи каким двигать вот европе вообще не понимаю я не знаю если 30 раздач можно сделать например как на обычный бюджет запускать например там то есть мы принципе двигать собираемся как в америке абсолютно также с таким же в точности листингами единственно надо будет кстати обратно напишите пожалуйста кто по севу может по европе помочь но англия понятно там особо я думаю проблем нет хоть американский от английской немножко отличается но немецкий в любом случае нам надо будет копирать ну то есть писать текст вот отлично вот и там италия испания но в любом случае нас как бы знакомые есть но если не трудно то есть можно опять же опять же все это сделать и плюс еще сгорел на данный момент по европе нет информации нигде нормальной у нас группа есть в описании этой группы есть таблица инструментов в этой таблице инструментов есть ссылки на все наши группы вот и там есть европейской группы там как раз алекс нас с большим опытом то есть он людям помогает просто он очень занят но иногда иногда то есть пишите в любом случае постепенно отвечает всем вот так что ну вот ну не ну крутые мочу если есть отлично будем соответственно долбить просто европе если уж пойдем то как обычно как на танке ну как китайцы только китайцы они будем надеяться они нет сама у них не такой образований как у нас на зря шли учили 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 а толку нет никакого вот будем использовать свои вот эти знания на свои эти красные дипломы отбивать хоть где-нибудь вот потому что так скажем не проблема не проблема все эти нюансы с америки то есть опыт набили запустить все это в европе просто по европе своя специфика и по бухгалтерии по всем моментам надо конечно подстраховываться то есть все кто там сергей на скингана вот эти люди которые это в англии запускались так мы с ними ни с кем я не обобщался только с теми кого я сам нашел но у меня есть да татьяна вот она сейчас на этапе открытия счета ну вот кстати у татьяна спроси а почему она не захотел на пионе работать какая разница она такая пробегая на напрямую зоне дологу англии молодец ну круто чертки мне ее в любом случае вот мы с татьяной с этой не познакомились до сих пор сейчас вот то что европа европа объединяться давайте что в америке принципе понятно все как кто может но по европе это вообще нет ни курсов ни конкурента вообще никого вот так что можно все вместе всем этим заниматься у кого какие есть там какой опыт в любом случае мы потому что нам принципе бояться нечего по америке все понятно я уверен и по европе все это делаем вот просто можно меньше ошибок совершить и максимальный эффект получить так что я думаю на японию я не знаю нет нет потом обратно в америку в любом случае мы еще не построили бренды мексика она большая непонятно вот да мексике людей живет так же как и в японии 120 там чем-то миллионов человек в той же я про мексику не знаю ни про мексику не по канаду канале народу живет мало страна не бедная мягко говоря но и народу мало живет до 30 миллионов всего на все ну вот из-за этого есть люди которые вот иногда обращаются но это такие вот как это сказать не направление это дополнительные просто небольшие как бы рынки сбыта вот я их не рассматриваю пока то есть у меня сейчас задачи по америке более-менее разобрались там с переменным успехом опять же успех надо тоже понимать если вкладываешь 5000 или 3000 долларов и зарабатываешь месяц по штукарю это отличный успех но как бы людей не удивишь такими оборотами скажу ой там фигня там туда-сюда а если ты вложил 100 тысяч баксов у тебя совсем другой будет оборот ну и все остальное то есть все уже зависит от пропорции вот кто действительно серьезными динамика заходит на данный момент пока еще не зашли с таким динами ну вот так что и европой за это надо понять потому что если честно такое ощущение пока я сам его не пройдусь опять же шкуры не ощущу ощутить на так скажем вот эти все моменты подводные камни какие-то там шероховатости будет также легко казаться как и в америке как я сейчас вот некоторые звонят просто даже отвечать на многие вопросы неохота потому что или уже я десять видео по этому поводу снял или уже за день пять человек ответил по этому вопросу ну или еще что вот так же по европе надеюсь потому что я тоже думаю докопался людей там долблю им там не хочется даже на это время тратить то что это элементарная вещь ну вот так что запустимся начнем нормально работать ничего страшного нет я даже не знаю ни одной программы то есть я чисто буду работать по ну грубо говоря как я буду выбирать товар ну точнее мы уже выбрали то есть проблем нет именно по американским трендам то есть по тем же отчетам по всему остальному и планировали мы что еще посмотреть просто прям логично под моя который я даю жирную например жирный нишу также по ним просто пробежаться и по англии то есть мне достаточно там 1 англии и даже германии нужно что там переводить там ты заморачиваться 1 англии достаточно по европе понять на чем можно работать вот и планировали как сделать то есть прям жирные ниши свои брать туда загонять и смотреть именно больше упор делал так как меня тренды так понятно у меня нет например никаких программ то есть я бы смотрел просто именно по конкурентам по звездам и поскольку страниц генерирует продажи принципе но в принципе генерации продаж мы не сможем увидеть потому что опять же этих софта нет но значит просто посмотреть именно по конкуренции насколько сильные лисинги насколько много отзывов и выбрать ту нишу просто где соотношение конкуренции к продажам в будет более интересно принципе вроде чего хотел рассказал по курсам рассказал запуск прошел шероховатостями как обычно но ничего есть такого не особо объемные очень я еще хотел сказать по поводу продвижения этих курсов я еще хотел сказать но как раз поэтому полками несколько человек уже обратился по этому поводу я сам кстати обращаюсь там также как за камзавану мы обращаемся также сейчас я камза скопу потому что смешер вообще не работает ну просто он уже как минимум по моему неделю-две не работает вообще альтернатива просто нет вот и получается у нас ситуация такая что скоп не обещает на днях а скаут может кто-то расскажет чем платная версия отличается я не знаю немало кто пользуется ну и по крайней мере вот вам за скопу как бы получаю рефералку или там просто скидку что в нашем сообществе просто давать мне в принципе нет никакой необходимости в рефералке вот потому что сейчас просто жизни необходимо нужно какая-то программа вот мы предлагаем тоже реферальную систему по нашим курсам так что обращайтесь кому интересно будем платить 10 процентов за руку привели человека я там на бумажке записал месяц у нас там четыре недели курс проходит курс прошел человек деньги не потребовал мало ли по какой причине то вот мы соответственно заплатили под мою ответственность то есть конкретно по курсам по поводу что у нас там еще в принципе все я думаю останется только на вопрос отвечать амзе овал 10 раз уже говорили про него на каждом этом как его звать на каждом лайве смысла не вижу по нему говорить я им не пользуюсь мне он не нравится он слишком замороченный ну вот я даже не знал что он там уже платный стал он был у него был звездный час его в сентябре месяц по моему я им поковырялся посмотрел но он проблема одна у разработчиков они все время тестили 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 они тестили тестили постоянно изменяли 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 то есть все хорошо в меру вот я так с ними не пообщался разработчиками но как-то его голову даже сильно ты не брал потому что программ много конечно в итоге мне тяжело перестраивать с одной программой другой я работаю пока не работает ну то есть что-то не работает мне приходится переламывать этим заниматься так последующий нас денис сколько у вас продуктов сколько денег в обороте по амазону моего у меня лично мне скрывать нечего не собираюсь придумывать сказки какие-то рассказывать что все принципе с кем я общаюсь все до одного мне кажется знаю я на данный момент мне вообще ни одного своего личного товара нет вообще ни одного я продаю чужих товаров на штук 50 вот но так сложилось я первый свой товар когда заводил также нигде не учился смотрел у меня всю жизнь продажами занимался так скажем не просто так вот но оказалось много нюансов на амазоне плюс то что я слушал и смотрел оказалось ну мягко говоря некорректно то есть больше на развод вот я как бы достаточно быстро понял что в чем там проблема то есть я когда шел я понимал что будут проблемы но не понимал где они будут вот но когда все это запустил потихонечку начал разбираться и когда уже более-менее разобрался я пошел таким путем что я понял что мой второй товар не будет старым будет 20 ну вот но я утрирую конечно смысл именно такой ну вот я там организовывал разные там сообщества на до сих пор вайбер еще есть то есть я в те времена всем предлагал именно обмениваться опытом практическим то что те времена как раз модно было это летом никому не дай бог не покажи не покажи а потом баха начинает показывать вот ну как бы люди я понимаю почему они это говорят чем это делать но в смысла я думаю все догадаются вот и получается так что мы поэтому какой-то период времени я на этом опыт очень прилично набрал потом запускали очень многим знакомым также познакомился помогал потом предложили за день грубо говоря помочь потому что очень много времени же на тратить но так постепенно потом новый год я не собирался запускаться там китайский новый год его час как раз самое время запускаться потому что если вы выбирали товар без помощи например это может месяц от месяца и больше занять время спокойно пока он придет пока вы его сделаете пройдет еще два месяца то есть уже там три-четыре месяца потратили начать и запускать только через месяц вы поймете вообще попали в товары а уже полгода прошло ну не дай бог вы не попали многие больше полугода распродают свой товар так что это три шесть девять месяцев на одном товаре можно учиться вот принципе меня на и такая история так я снизу просто смотри какие вопросы о мексике сказал много функций ну кому что нравится еще сгорья же не говорим не пользуюсь on the wall нормальный программ нами просто я кучи программ не пользуюсь кучи просто какие программе мы пользуемся и какие я считаю максимально необходимые мы про них все видео сняли так что лайвы предыдущие смотрите они достаточно свежие на европу надо дом новый аккаунт нет новый аккаунт новый аккаунт наделать и все ну так что можно на одну компьютерную продукты просто я как я как управляющим он так сказать топ-менеджер говоря беру 10 20 30 аккаунтов помогали им продавать товары вытаскиваем то есть в любом случае можете под видео писать спрашивать кому там народу помог не помог вот я не сижу и не чищу чат от тех людей которым я плохо помог так сказать вот я меня скрыт интерес абсолютно помимо заработать немножко денег я не считаю от ничего зазорного самое главное это набор опыта то есть я до сих пор учусь потому что ни с одного не с двух не спите товаров вы не станете профессиональным продавцом там или еще чем-то ну если вы какой-нибудь конечно там не запустите проект кикстартере как он там вложит туда там сотни тысяч долларов хотя кикстартер работает мы вот тут уже со многими пообщались также в точность как и на мазоне искусственный спрос все эти отзывы все эти там вложение денег и все остальное также раскручу только не тысячи долларов где как здесь берут а десятками тысяч вот из-за этого все по-разному мне кажется какая на самом деле разница кто сколько продает вы задаете вопрос сколько вы будете продавать и какой вы получите от этого эффект ну вот а когда например вы будете для меня лично что такое обучение вообще в принципе человека обученный это тот человек который делает и понимает что он делает в принципе то есть он учили он не то что может пойти сам других учить но он в любом случае однозначно понимает действие свои и понимает что будет гипотетически по крайней мере то есть он делает выводы анализирует исправлять свои ошибки и будущем и старается не делать многие ко мне люди приходят которые они просто то есть курсы прошли неважно информации не хватает многим не дошло может быть я не знаю может быть о них прогуляли эти курсы деньги заплатили может быть не ходили на курсы и сами самоучки так же как и я ну просто ну понимаете амазон что амазон тут на амазоне люди там единицы которые больше года работают единицы про то есть там я не знаю ну там несколько десятков я знаю единицы на одной руке хвоясь людей которые занимаются на по-настоящему амазоном больше года я занимаюсь 1 июля амазоном ну блин я сомневаюсь что много таких людей которые столько сколько я время на тратить но очень мало ну вот из-за этого плюс я пошел количеством товара и на мой опыт я могу сказать точно что если заниматься кучей вот этих товаров очень сложно стрелять на свое еще так что у нас еще вот олег павлёк на европу видится под тем же аккаунтом другим вроде но не знаю синаграм уже не дает я говорю но в аккаунт не помню все раз вот я продаю все рассказываю советую так 50 набивается не понял чё 50 никит лавна бьюти секшен юсай до открываем категория ну вот открыли категория если надо обращается то есть мы раньше этим не занимались мы как бы отдавали на аутсорс так скажем людям ваш угол не забивается но после нового года когда мы обратились тем людям которые нам помогали это делается они отказались потом мы обратились ко всем людям которые это делать вообще ко всем все до одного отказались или заднюю включили там какие-то дешевые припоны придумали там плоди того что там покупайте наши курсы там и так далее но и понятно люди не понимают вообще чаю с них просят я уверен что они не знали как это все сделал вот пришлось самим искать ну вот нам тут люди подсказали тоже искали то есть мы параллельно много очень потратил времени это вот соответственно только какое число сейчас у нас сегодня какое двадцатая мы соответственно с вот 50 дней как вот снуть конец декабря сейчас он вывалился то есть получается два месяца этим занимаемся практически открытием категории вот его тень как раз никита и не скидывал слайды вот эти вот что просто наконец-то перевели несколько товаров вот точнее несколько один один товар все на все перевели и там просто взрыв вообще то есть мы с последних мест то есть мы там иском и китом перешли и мы просто то есть вот внизу посмотрите слайды там вообще взлетели просто по всем позициям просто мы реально нормально продвигали то есть вот вот и все то есть одна категория насколько нас тормозило в развитии я не пойму никита что ты хотел мне проще скайп подцепить что ты тут все рассказался в европе короче по юрлицам во первых посмотрите видео там реально человек-специалист рассказывал по европе я продавец я не юрист а он я так понимаю юрист вот то есть я сейчас буду на своих ошибках учиться так скажем отчасти просто меня будут консультировать надеюсь а то есть есть люди которые я уже проконсультировался по поводу юрлица юрлицо для нас людей стран третьего мира только можно через юрлицо это все делать кому-то нравится эстония одно время хотели в эстонии сейчас в принципе меня многие убеждают эстония все-таки кому-то нравится англия кстати наши анза скоповцы латыши они кстати я с ними разговаривал сказали что именно в англии у них счет все дела то есть они в латвии живут на них там не оформляли не просто окна вот потому что фи потому что в англии ты платишь налоги и проще зарегистрироваться и проще получить все вот эти вот моменты потому что даже открывая вы фирму вы все равно должны еще амазон вас верифицировать у меня есть знакомый который только через месяц верифицировал фирму вот так что он тоже непросто а говорить что есть наш общий знакомый всех нас он там чуть ли не с августа месяц никак верифицировать не может аккаунт вот так что для стран третий мир только юра аккаунт для жителей как минимум европы не знаю там америка австралия может или нет но в любом случае для жителей европы точно можно и частный аккаунт открывать и юридический аккаунт можно открывать вот но там в любом случае проблемы проблемы вот с этим вадом где платят где не платят то есть там свои моменты плюс у нас две основные страны германии англии где продажи будут не не генерироваться надо тоже понимать что чат поддержкой все остальное будет на языке страны вот и плюс еще германия порядка больше в англии все-таки попроще вроде как бы отзывы без выкупа они практически но не знаю для меня они практически умерли объясняю почему с выкупом это села для меня это самое крутое потому что до 3 октября когда у нас все это закрылось лавочка начинала закрываться постепенно я очень много раздавал как раз я практически не пользовался никакими сервисами я просто пигачил через раздачу потом подцепили мы еще индусы у нас было как зонбласт мы делали волны делали сел в раздачу так сказать вот когда нас закрыли раздачу вариантов не было и мы сергеем потихонечку набирали людей ну и вот сел как бы сел раздача очень хорошо работает надо правильно раздавать по нужным фразам но как бы не было вот отзывы без выкупа я использовал когда когда на начальной стадии увеличить массу отзывов потому что когда мы выходим в топ а мы достаточно часто и быстро выходим в топ не важно как у нас классно листинг не классно и нас начинает очень часто душить закидывать негативом и мы для того чтобы то есть еще момент чем больше нас отзывов мы выходим например со ста с двухстами отзывов уже вот эти конкуренты не души так потому что они понимают что ты как бы серьезный чувак вот с тобой принципе связываться без толк только ресурс страйс если у тебя 10 отзывов ты уже в топ там 105 у тебя там я не знаю таких позиций много многим это не нравится и конкурируют они именно таким образом вот из-за этого бывает начальной стадии ну там какое-то количество подкидываем в топку так скажем второй момент самый важный был для меня это закрытие негатива срочно отзывы без выкупа мы закрывали все принципе неплохо но на данный момент не помню с какого числа примерно я обратил внимание это еще на осенью но сильно не дал этому внимание это то что сейчас показывают отзывы в первую очередь на компьютерах показывает показывает но у некоторых показывает и таких я не знаю как то есть я раньше даже не знал как найти эти верифицировые отзывы у меня все не толпы это понятно да потом узнаю но сейчас на данный момент с верифицировым на компьютере но более-менее понятно и с правой стороны мы закрываем все-таки отзывами вот этим а на на телефонах обратите внимание ноги посмотрите у меня некоторые знакомые просто говорят меня блин там полно отзывов я открываю один один негатив то есть недоработка вот это вот именно очень внимательно смотрите и за листингом за фото за всеми делами через телефон потому что а 6 до 70 процентов как нам говорят я не знаю я статистику не веду происходит продаж через телефон и это только будет увеличивать потому что телефон и все лучше и лучше программа все лучше и лучше все быстрее работает все красивее и соответственно мобильно сел там сделал и купил вот и получается такая история что у многих при открытии товара вылазит только верифицировые отзывы и нет вот этих справа слева просто идет один негатив то есть человек невнимательно посмотрел у меня как раз такая ситуация была и мы это все убрали вот то есть я практически без отзывов без выкупа отзывами пользуюсь конечно в любом случае приходится но еще меньше просто еще что хотел при отзывах рассказать еще я просто говорю что верифицированные да и уже без выкупа не влияет на рейтинг уже сколько человек пишет что ну не отпадают ну да да то есть они практически у нас их не убирают их бывает убирают то есть чистка на амазоне происходит способом достаточно простым запускает алгоритм сегодня выкидываем все отзывы не верифицировал а нераста вытяну завтра мы мы выкидываем отзывы которые давать куполом то есть частный момент отзывы без выкупа например у меня их не удаляют но рано или поздно все равно удалят но это было не принципиально это было принципиально когда вы утром просып鬨есь та у вас негатив вы закirimываете там тремя пятью десятью отзывами спокойно ложитесь спать утром опять вам негатив вы его опять закрываете но если вы это не будете делать вы продажу больше потеряете но Но так как связано, что я сказал, с телефонами, надо верифицировать, из-за этого ценность нашего сообщества по отзывам, подтягивайте друзей, людей, всех остальных, чтобы делать эти верифицированные отзывы. Это самый мощный инструмент и самое конкурентное наше преимущество, на мой взгляд. Если надо, в сообществе есть. Потому что в Америке им сложно создать. Китайцы они специфические, американцы, стукачи. Из-за этого там сложно. Ну реально сложно набрать сообщество из ста человек, из тысячи человек, чтобы тебя там еще и закроют. Так что никому это... Ответственность там совсем другая. Это не как мы по беспределу живем тут. В цвет поэтому по телевизору не показываем. Ну короче, все понятно, я думаю, все. Так, ладно, вопросы. Виталик. Недавно запущен товар по двум-трем ключам, вторая и четверых страницах, продажа плохие, отзывы 8 уже есть. Довольно странно, так как все делали плюс-минус правильно. Может быть причина в количестве отзывов, что мало. Да причин миллион на самом деле. Вот. И вот ключевое слово, что мне понравилось. Довольно странно, так как все делали плюс-минус правильно. Вот, наверное, ключевое слово плюс-минус правильно. Во-первых, я могу сказать одно. Вот даже мы сейчас вот этот курс запустили. Чем наш отличается курс? Опять, не курс. Не знаю, я никак не придумал. Мне коучинг прям бесит это название. Какое-то такое непонятное. Консультация. Не знаю, консультация как в школе. Как в школе, е-мое. Коучинг какие-то америкосовские вот эти. Не знаю, короче. То есть клуб скорее мне больше нравится, наверное. Я не знаю. Но в любом случае смысл такой, что вот у нас 4 человека и вообще принципы всех разных. И мы не собираемся там в учительской и там говорим, вот, блин, мы будем вот по такой схеме. Нифига. Вот каждый как работает, как рассказывает, каждый, так скажем, студентом, я не знаю, там, человек, который подписался на эту тему, в любом случае, думаю, в будущем будут какие-то отзывы негативные или позитивные. Однозначно каждый будет получать знания именно от каждого человека свои. Свой личный, передача своего опыта. В этом весь и смысл этих занятий. А не в том, чтобы научить как правильно. Нет такого понятия, как правильно. То есть если я делаю кейворды, смотрю там тайтлы, кейворды, программы практически не пользуюсь. Другие наоборот пользуются программой. Там, я, например, там делаю кейворды обязательно фразовые, обязательно без запятых, с повторением. Если, например, фраза зеркалка, я ее выкидываю. Если фраза состоит из более мелких фраз, я ее выкидываю. Вот. Если фраза во множественном числе, я ее оставляю. То есть у меня есть какие-то свои наработки. Я, например, на начальной стадии осином не проверяю. Товар еще не включился, его Амазон не видел, продаж не было, ничего нет. Кто-то сразу осином проверяет и потом добавляет. Все делают по-разному. И не значит, что кто-то делает правильно или кто-то неправильно. И не всегда какая-то тактика всегда работает. Это рандом. Если бы на Амазоне не было бы рандома, было бы неинтересно. Это так везде. Тогда бы просто все стояли топы, они заплатили раз там, или серва какой-нибудь поставили мощный. У кого мощнее серва, у кого больше денег. И все бы это было на одном месте. Этого нет. Из-за этого получается, что у нас рандом. Бывают кейворды цепляют первую страницу, бывает вторую. Бывает вот так, бывает эдак. Не имея в виду, что осину мы даже проверим через месяц. Вот я, например, начал проверять через два месяца. У меня осин, например, куча фраз вылетела. Хотя эти фразы я точно знаю. Я их перепроверял. И многие фразы я находил именно в поиске Амазона. Сами обратите внимание, через месяц, забив фразу, вы спокойно сможете увидеть, что поменялись фразы на Амазоне, которые Амазон предлагает нам для рассмотрения. Так что много всяких моментов. Вот. И у вас какая проблема может быть? Во-первых, я могу сразу сказать. Я, конечно, опять же еще говорю, статистические данные. Статистическая такая вещь. Обманчивая, конечно. Но смотрел я Америкосов, они говорят как? Что 68% продаж ключевой фразы – это топ-3. 80% – первая страница. Все остальное – 20% все продажи. Ваша вторая, третья страница – это не что, спрос. Почему я часто раздачи делаю средне-чистое-низкочастотники? Чтобы зацепить максимум количество первых страниц. Чтобы пошла органика. Пускай при демпинге. Пускай как угодно. Вот. Потому что я всегда аккуратно в этом направлении. Потому что можно просто пойти по топовой фразе, по самой жирной. Даже очевидно она там единственная. Неважно. Но мы просто можем не дойти. Из-за этого я лучше выберу несколько низкочастотных фраз. Вот. Чем одну высокочастотную. Тем более это как бы лучше синиться в руках, чем журавль-мил. А бюджета может не хватить. С многими людьми общался. Они также в точности делают. Даже по пейпер-клипу. Не мучаются. Не продвигают высокочастотники. Вот эти жирные фразы. Там месяцами их анализируют. Там, я не знаю, тысячи долларов туда вбивают. Еще людям платят. А просто берут, отсеивают кейворды. Пробежались прямо по первым страницам. Там 4-5. Такая супер тайна. Как сделать все бесплатно. Вот. Внимательно, качественно проработать. Это, конечно, тоже непросто. Вот. Выбрать правильные фразы. И запускают тот же пейпер-клик. И по ним отсеивают. Средний, низкочастотники. И вообще в топы не лезут. Ну, минимально, минимально вот это вот бит ставят. И, соответственно, там по фразному соответствию. Потому что многие вообще не пользуются этим. Сбором статистики. Кто-то пользуется, кто-то не пользуется. Да, круто, конечно. Но я могу честно сказать. Я по пейпер-клику ни одного человека не знаю, который живет на нем. Если на гугле, на яндексе я знаю, люди в нашей обычной жизни здесь живут, зарабатывают и делают внешний трафик. То есть оттуда на свой сайт. Вот. То на амазоне я практически не знаю людей, которые прямо стабильно живут на пейпер-клике. То есть тупо их в органике нет толком, они вот на пейпер-клике. Таких я не знаю. Ну вот. А раз я их не знаю, ну, так, что мне. Просто как дополнительный инструмент хороший. Так, ладно. Короче, у вас проблема в первую очередь. У вас есть потенциал. Я не знаю, какой у вас товар, или какая у вас ниша. Но то, что у вас вторая и третья страница, значит, вы все сделали не так. Но у вас просто недофинансирование в продвижении. Правильно вы продвигали, неправильно, опять же, не могу сказать. Вот. Но однозначно надо уходить на первую страницу. Желательно. Топ-10. Желательно. Так, значит, дальше. Очень рекомендую. Первый семинар в платной группе поставил обнадеживающее впечатление на хорошие перспективы. Спасибо, Денис. Денис, понял. Ну, это вот люди, которые попробовали. Ну, посмотрим, время покажет. Я всегда так говорю. Надеюсь, будет взаимовыгненное сотрудничество, потому что мы также продолжаем учиться, обучаться, набирать опыт. И последний вопрос. Должна ли вся строка 3 кейворда ранжироваться по осину, так как отдельные фразы ранжируются, но вся строка. Короче, тоже вот такая тема. У меня видосим. За октябрь месяц есть там по осину видео. Раньше, раньше, хотя мне говорят, это не так, но у меня было так, и всем, кому я делал, было так. Так, берем осины, пробиваем, и поддельность, если они пробиваются, и мы их делаем в колбасу, собираем, она автоматически становилась там красной, розовой, не черной. То есть, она билась. Недавно, недавно, мои ученики мне сказали, что я где-то там прохлопал ушами про 5000 символов, что там сейчас типа бьется только 2000. Я говорю, не может такого быть. Начал всех обзваниваться, мне говорят, да, действительно так. Ну, вот так вот. Пропустил я эту тему, начал проверять свои ключи. Оказалось, действительно, ну, оказалось, помимо всего прочего, еще что старые ключи, которые раньше нормально бились точно 100%, перестали биться. Такого тоже у других не было. Вот. То есть, мы перешли на 2000 символов, 400 символов в каждой строке. Просто так удобнее колбасу ловить. Вот. Ну, осином я проверяю когда. Осином я проверяю тогда, когда товар уже торгуется, ну, хотя бы две недели или хотя бы перед запуском пейперклика. То есть, когда у нас есть там 3-15 отзывов, мы набрали, мы уже на Амазоне протусовались. То есть, если Сергей сейчас делает в среднем 1-2 выкупа, то есть, неделю-15 дней. То есть, две недели мы протусовались, мы набрали свои там 10 отзывов, запускаем перед пейперкликом. Естественно, надо еще вторую волну сделать контроля кейворда. Вот. И все, я могу сказать, что все бьется. И буллеты делаем бьется, и тайтл бьется. Вообще все бьется. Ну, единственное, конечно, сложнее. Во-первых, не надо вставлять никаких символов дополнительных. Это первый момент. Не дай бог бренды какие-нибудь. Это уже автоматом кейворды там ловит Амазон. Вот. Тоже мешает. Много моментов. И я буллеты просто предпочитаю делать короткие. Знаю людей, которые предпочитают буллеты делать длинные. Вот. Я понимаю название буллета для меня в буквальном смысле. Буллет – это значит пуля. Пуля – это значит оглашение конкурентных преимуществ с их описанием. Все. У меня вот такой вот подход. Я считаю, что на SEO для меня в первую очередь влияют кейворды тайтл. Вот. Причем постепенно я тайтл от SEO перехожу к, так скажем, к покупателям, чтобы было более понятно. Буллеты практически сразу я делаю не больше двух строчек. Это прям рекорд. А так до одной строчки даже вполне достаточно бывает. То есть для меня это важно. А description, да, description. Тем более, если сейчас мы делаем бренд-регистры, практически все, я думаю, практически все делают MMP-коды, чтобы с UPS не связываться, не было проблем. Вот. То мы, соответственно, запускаем уже хороший-хороший классный фото дополнительное описание и хороший description. Чтобы бесплатно его взять, могу посоветовать всем, естественно, какие-нибудь американские торговые сети типа Walmart и так далее. Вот. А потому что там более лаконично, более правильно, более на американском языке написано описание, чем, например, в каком-нибудь на Амазоне, не дай бог, в eBay. Так, дальше. Органика пошла, запускаю раздачу. Только по главному слову. Не понял, я Никита потом не позвонишь. Если органика пошла, мы... С органикой какая проблема? Pay-per-click дает нам преимущество, когда мы понимаем, откуда идет трафик продаж. С остальными инструментами мы с этим бороться. Ну, никак не можем узнать. Можем только предполагать по костным факторам. Ну, вот. Если органика пошла, по главному слову мы запускаем раздачу по одному случае, когда мы понимаем, что мы, например, разлетели по главному слову, по каким-либо причинам. Иначе на им падает. Можно поддержать, конечно, платить абонентскую плату индусам. Можно стимулировать удержаться на первой странице. Потому что надо понимать, мы торгуем там месяц, неделю, два месяца. Люди годами работают. У них и отзывы, и все остальное. Даже если у нас все супер оптимизировано, даже надо не забывать, что просто есть бренды, которых мы, в принципе, не знаем, какие-нибудь американские бренды. Вот там. Ну, просто они, люди их берут там в десятки раз больше под любой ценой. Ну, грубо говоря, главное, чтобы ранжироваться по ключевым словам. Не обязательно, чтобы вся строка целиком с кейвордом. Ведь поиски мы есть. Ну, еще раз говорю, можно... Я не буду спорить, тут смысла нет. Но мне кажется, надо сделать все хорошо, плохо само собой получится. Ну, вот, из-за этого я советую раз там в месяц проверять кейворды на всю эту колбасу, если она не бьется, искать слова и выкидывать лишнее. Добавлять новое. Ну, это опять же, если у вас один товар, два товара. Если у вас десятки товаров, там совсем другие задачи и цели. Так что смысл на это зацикливать смыслами. Так, какие еще вопросы? Задавайте. Час уже отработали. Может быть, что-то интересное еще будет. Вроде про курсы рассказал, про рефералку по курсам рассказал, про категории рассказал. Ну, description в любом случае без осины смысла я не вижу вообще. Просто, ну, я сейчас говорю, биться в любом случае не будет. Даже буллеты, если у вас там больше двух-трех строчек, как правило, что бы вы там ни сделаете, биться не будет. Короткие буллеты бьются. Короткие бьются. А description я даже никогда на оси не проверяю, но это бессмысленно. Тем более мы, как правило, в description все равно добавляем какие-то дополнительные символы. То есть, это бренд-контент, вот это вот, когда у вас бренд-регистры. То есть, ну, тут смысла даже нет. Это уже такие заморочки. Потому что можно дальше пойти, в принципе. Пассивно мы пробили, например, кейворды. Но у нас есть какие-то суперфразы, которые мы понимаем, что там просто обязаны быть продажи. На них рассчитываем, смотрим у конкурентов, смотрим, тем более, если кейворд-инспектор, что подглядели, у них эти фразы есть, что они там находятся. А мы не то, что, например, там, мы даже не бьемся, например. Мы начинаем менять title, мы начинаем менять bullet, чтобы нас проиндексировали по этой фразе. Потом мы начинаем кейворд этот вставлять в разные места, например, этой колбасы. Он то бьется, то не бьется. Потом мы начинаем ловить и смотреть, индексирует ли нас не только красным цветом, а то, что мы сами себя можем увидеть по этой фразе. То есть, там много можно заморачивать. Ну, бренд-контент, он по-всякому, я не знаю, у каждого по-своему. Сложно сказать, может быть, у вас группа какая-то особенная. Ну, как правило, достаточно, это быстро происходит. Бывает, у людей это все происходит еще быстрее, а потом они там что-то делать не могут. Ну, сейчас, по-моему, все это просто. Ну, когда как, я не знаю, ну, в чат только. Такие моменты технически, это надо в чат обращаться, потому что у каждого индивидуально все. Да, из-за этого тут очень сложно. Так, Виталик. Я также слышал, что есть смысл называть фото свои, когда заливаем. Как ключевое слово. Ваше мнение по этому поводу или это уже перегиб? Ну, постоянно, в принципе, про это спрашивают. Но, да, раньше об этом говорили, но это говорили SEOшники. Программисты над этим смеются. Мне, честно говоря, нетрудно, я, если честно, тупо тайтл копирую, ну, и там пробелы ставлю, да и все, или что-то убираю. Ну, мне нетрудно. Но программисты реально, то есть, кто в этом соображает, я не программист. Всю жизнь продажами занимался. Раньше вообще к компьютеру не подходило никак. Из-за этого ничем не подскажу. Чушь, думаю, что чушь, потому что люди грамотно это говорят. Так что на это внимание можно не обращать. Ну, я вот честно могу сказать, мне нетрудно тайтл назвать свою фотографию, тайтл содрал, да и все. То есть, хуже не будет. Так, что еще? Есть вопросики? Сергей, расскажи, чем ты теперь. Меня, по крайней мере, без изменений пока. Что-то на зону с озорами борется. По дропшиппингу расскажи, как у тебя дела идут. В дропшиппинге так, вообще для души, как говорится, чтобы изучить и нет Амазона. Дропшиппинг вот такое дело. Главное не бренды проверять на випах, по гуглу. Ну, я по дропшиппингу, я, наверное, ничего такого не подскажу. Ну, вот там другие группы. Это не моя прямая специфика. В других группах ты находишься, я смотрю. Что-что? В других группах, я смотрю, ты находишься по дропшиппингу, там вообще такая ситуация идет сейчас. Что люди пишут? Нормально работа идет, все хорошо? Ну, бренды все за бренды блокируют. Все за бренды блокируют. А вот у меня... Вот, бренд проверяют, чтобы не брендировано. Ну, и чеков нету там, рубали, выводы. Смотри, у меня вопрос тогда такой. Человек ко мне обратился. Кстати, вот, ко всем. Может, кто-то подскажет. Ко мне обратился, у него есть бренд-регистры. К нему подсели в Buybox. Чувак. Он уже неделю пишет в Амазон, в чат, везде жалуется, чтобы его убрали туда-сюда, и его не убирают. Вот, говорят, там, докажите, у вас там недостаточно доказательств, что там. Ну, то есть, какие-то такие вещи, говорят. Они с него требуют там регистрацию. Он говорит, я только на Амазоне бренд-то зарегистрирован, но у меня он не всемирный, так скажем, бренд. Вот. И вот такая проблема. То есть, может, кто-то что-то подскажет. Пусть он купит у него товар. Не, ну это понятно, это классический жанр. Но он у него бренд-регистр, зачем он его делал вообще? Если бы у него не было бренд-регистры, он бы делал выкуп товара и говорил, что это подделка. Это понятно. Ну да. Вот. Ситуация, когда бренд-регистр уже человек сделал. У него есть собственный бренд. Он по нему работает. Понимаешь, у нас же, да, тот Юрий, да, который у нас там, ну, с меня бывали еще, так он тоже говорит, что он отрегистрировал торговую марку, что это ему стоило, что как стоило, а времени это заняло полгода. Говорит, и ко мне никто не может теперь вообще от них оставить. Это понятно. Это все круто, да. Я говорю про конкретную ситуацию у основной массы людей. Основная масса людей раньше шла без бренд-регистры, потому что наши обучатели нас этому не учили, потому что они сами этого не знали, естественно. Хотя говорили, что они все знают. Ну, не важно. Вот. Сейчас все делают бренд-регистры, потому что это очень делать легко. Кстати, мне вот недавно посоветили очередное улучшение. Это сайт даже не на WordPress делать там. На Vixie я понимаю, там у них как бы платный домен невыгодно. А именно WordPress как бы для этого у меня был самый простой, потому что у меня свои там сайты по основной работе на WordPress делал. А мне сказал, человек именно сделает сайт на... Google сайте. То есть, когда мы в Google аккаунт заходим, там форумы Google, там все вот такие. Диск Google. И там есть еще вот именно программа Google. То есть, там прям домен только купил и сделал. Он говорит, там, блин, за час все это сделал. И, соответственно, я не понимаю, то есть, что нам дает бренд-регистр. Я просто всю жизнь считал так. Ну, вот у всех разные ситуации. Вот конкретно такая ситуация. Давай почитаем, может, отверстий. У меня не погружается. Ты смотри. А ты смотри в этом. Как его звать? Ну, в группе. Но у меня все зависло на вопросе Виталика Александровича. Здесь я смотрю, как наш Александр как раз здесь. Крупный специалист по Европе. Ну, так, новички. Бренд-регистр и не дает легальных прав, это факт. Ну, блин, обидно. А что делать? Вот я понимаю. Хорошо. Понятно. Только закупку. Хорошо. Значит, буду в этом направлении работать. Ну, Никита пишет, что не делает, а на Викси. Не, ну, это понятно. Викси и вару. Я бы тоже сделал себе, но сайт работал. Ну, так, может, конечно, вообще запрос удовлетворяет. Так, пару слов, please, о плевании товара без логотипа при переходе к бренду. Называют за это, наказывают за это. Я не понимаю, что это вопрос. Это я не знаю. Ну, значит, будем по старинке. Просто я не знаю. Он, Александр, пишет, да? Только закупка и доказательства. Да, 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 да. Я единственный, я единственный не понял, зачем тогда этот бренд-регистр, кроме описания красивого, description и все что. Ну, короче, блин, вот раньше. Ну, век живи, век учись. Все индивидуально. Так, да. Бренд зарегистрирован, но куча товара в остатках, без лого. Ждайте аутовсток. А, понятно. Ну, в таких ситуациях, вот мы недавно разговаривали, вообще делают как бы вариацию, по-хорошему. Делать вариацию, через вариацию продают. Когда заканчивает 100 вариаций, соответственно, сливают и убирают, и получается у вас одна вариация. Это единственный, мне кажется, такой разумный вариант. Вы, во-первых, одновременно можете товары продавать с одного лисинга, ну и потихонечку-потихонечку допродавать, а не ждать аутовсток. Мне кажется, это более-менее. Так, вот читаю, что добавлен пункт в туториал по Amazon Brand Registry. Апстон. Тредмарк for the brand name your registration. Регистрирован. Ну, короче, надо читать. Будем читать. Кто просто знает, может попроще рассказать нам, потому что я вот, например, не знаю. А так. Юсп, ПТО, Юсп, то. Официально регистрирую, все ясно. Ну вот, то есть опять ситуация поменялась, это называется. И вот так вот постоянно Амазон меняется, из-за этого я и говорю, что любые курсы, они не актуальны. Из-за этого мы и курсами не будем никогда заниматься при любом раскладе. Все настолько быстро двигается, все меняется, изменяется, и надо быстро приспосабиться. Я честно могу сказать, эти лайвы надеюсь именно вот на общение. Потому что всех сразу в скайпе не загонишь. Вот, и так общаешься и там, и там, сколько времени на это тратится. А здесь все-таки можно собирать, как бы, народ по интересам. Вот, я потому что реально на следующий лайв, на следующий лайв я, наверное, все-таки уже напишу вопросы. Какие? Огласить, в принципе, просто вопрос, ответы вопросы пока. Мне что-то в голову ничего не приходит, плюс я сейчас курсом так сильно занят, что фантазии не хватает. Даже куда лайвы направить? То есть вы тогда мне задавайте вопросы, я или сам буду подготавливать, или люди искать. Кучу оптовых сайтов прошерстил по дропу. И все равно на Амазоне кто-то да продает по такой цене, что нет прибыли вообще. Нигде они берут по такой цене. Но люди работают. Если было бы все просто, наверное, так бы не получилось. Я не знаю, какой у вас опыт. Я знаю очень многих людей, могу сказать по дропу. Мое мнение сложилось уже давно. Но я, в принципе, хоть и недавно Амазоном занимаюсь, но много через себя людей прогнул. На дропе нам намного проще заработать денег реально. Это мое 100% мнение. Я уже думаю, оно не поменяется. Но и рисков намного больше. То есть у меня много знакомых, которые... В любом случае, любой вот этот бизнес денежный, конкретно по Амазону, не знаю, как другие, потому что там весь интернет кишит обучением. Но конкретно Амазон, однозначно, я считаю, надо себе искать именно наставника, что ли, коучера, там, я не знаю, кто... За минимальные деньги найдите себе человека, который вас устроит именно по деньгам и по тому времени, сколько он на вас потратит. Вот. Потому что через этого человека вы реально выиграете время. Ну, не надо слушать там людей, что там надо учиться, там, по полгода, там, дайте 10 тысяч долларов за это. Тут вот есть у меня знакомые, они заплатили чуваку 10 тысяч долларов. Причем вдвоем за какое-то там не обучение, за какой-то, ну, типа они там инвесторы. Но его до сих пор никак денег свои забрать не могут. Уже год десятка висит у каждого. Ну, вот. Тут я не буду называть эту контору. Ну, вот есть и такие чудаки, которые по 10 тысяч баксов отдают. Ну, в любом случае, неприятно просто. 5 тысяч много, а десятка это вообще, я могу. Ну, вот. То есть, доверять в интернете нельзя никому. Это точно. Но вот конкретно по обучению, за небольшие деньги можно найти, кто вас поднатаскает. И не обязательно вам нужен какой-то там мега-гуру, там, который показывает вам скрины. Я могу честно сказать, что скрины нарисовать действительно можно. И тут нас многие, я думаю, видят всякие скрины. Я в своей группе вообще запретил скрины больше выкладывать. Потому что, если ты действительно что-то соображаешь, что ты можешь, что ты хочешь, будь добр, просто помогай группе, рассказывай, отвечай на вопрос. К тебе и так народ потянется. А если ты тупо будешь забегать сюда и кидать свои скрины, мне такие не нужны. Я их просто буду банить и все. Потому что есть у нас один чувак, который очень много кидает, и мне недавно рассказывали про него, что есть большие подозрения. Но это еще раз говорю, это не столь важно, на самом деле. Не надо обращать вот это вот клевать, это заманка на лохов. Просто найдите даже человека, который вас на 3-4 месяца вперед обошел, который понимает, адекватно может объяснить. Вот, этого вполне будет достаточно, чтобы просто вас провел вот эти за месяц, то, что он прошел за полгода, например. И все. Если он адекватный, если он нормальный, если он понимающий и имеет голову на плечах, то этого будет достаточно. У меня много знакомых на дропе. Один знакомый через приват дроп выбрали и так далее. За неделю со старта на штуку баксов оборота вышел. Другой за месяц на 9 тысяч вышел. То есть это вообще для дропа ничего такого. Углубляться я в дроп не собираюсь. Нормальная тема абсолютно. Просто единственный косяк с рисками. Это вот действительно косяк, потому что Amazon, что бы там ни говорили, но Amazon явно недолюбливает дропшиперов. Потому что дропшиперы не могут по логике просто контролировать качество товара. Качество услуги даже будет. Более глубоко зайдем на это. Не можешь недоставку контролировать, не можешь контролировать товар. Из-за этого Amazon не просит онлайн-арбитража, когда вы товар сами купили, его дома держите или на Амазоне. А когда вы не можете контролировать, вы не знаете, что там вам пришлют. За вас точнее. Мне кажется, они все равно в негативе в этом отношении. Но обучение каждый делает, как ему нравится. На собственных ошибках кто спорит-то. Я, например, так делал. Вот. Но я честно могу сказать, я и в те времена искал, что кто-то мне именно подскажет в каких-то моментах. Мне нужен был ответ на вопрос. Я и сам принимать решение могу. А когда... Ну, если на халяву, конечно, долбить всех там и попрошайничать, и там даже спасибо не скажешь, если такие люди. Вот. Ну, да. Но их, честно могу сказать, в конечном итоге просто их шлют все и все. А свои ошибки... Ну, у каждого свой путь. Я ничего здесь в этом не вижу. Это нормально. Поэтому, если вы не нашли авторитетного человека за те деньги, которые вы считаете он стоит, то, да, делайте сами. И, опять же, пакеты у всех висит сразу, извините. Если человек сотку собирается вложить, у него риски. На своих ошибках учиться, но это несерьезно. А человек, если он там на последние, там, 2000 долларов на зубах, там, я не знаю, вот у меня, например, не было денег на тот момент за какие-то курсы платить. Я, опять же, когда вам предлагаю, там, я не знаю, за 2000 долларов курс купить и, говоря, в товар вложите 2000 долларов достаточно, это бред. Затраты любые могут быть, ну, 10-5 процентов, там, 10 процентов, не более от вложения инвестиций. А говорить о том, что на своих ошибках, ну, не знаю, в спорте тренера есть, там, я не знаю, везде есть, кто вас учит, в школе вас учит. Значит, вы тоже на работу пришли на своих ошибках только, то есть, вы не учились. Ну, это все нормально, просто вопрос, сколько это стоит. Если это стоило 10 долларов, я думаю, вы бы с удовольствием сейчас бы наняли любого тут человека, написали там, я готов аж целых 10 долларов у вас тут в очередь, например, на Росту. Для вас 10 долларов – это копейки, а для тех людей – это бешеный день, например. То есть, вы сейчас, для вас 10 долларов, например, как в бене, например, 10 тысяч долларов. Да я бы сейчас бы сказал, блин, я готов вообще, вторая до ночи вами заниматься. Ну, вот, я думаю, вы бы с удовольствием взяли себе такого. То есть, это просто экономия, вы экономите на дополнительных знаниях, это ваше право, я считаю, это нормально. Так, в инспекции товара можно отправить со склада Амазон кому-то в США, чтобы там был брак, отобрали, а потом назад товар на склад Амазона отправили. Просто в случае с браком было, если покупать такой товар, пойдет, тогда он плохо будет. Не, ну, можно в Китае все эти проверки сделать. Проверки можно сделать на заводе, проверки можно сделать у посредников, то есть, заводы забрать, и потом уже отправить на это. Да, в Америке, в Америке будет стоить дороже, и как его возвращать? Будет товар. Не дай бог у вас там полпартии будет бракованной. То есть, ну, сложно, короче. В любом случае надо хороший переговор проводить, и в любом случае выбирать хорошего производителя. В любом случае надо проверять в Китае. Да, может и транспортный поуродует товар, и что, какие-то проблемы. Да я могу сказать, на Амазоне воруют пипец как. Воруют, уродуют, емое, и запаришься, доказываешь, что это они. У меня, у одного из моих знакомых, брат работает на немецком Амазоне. Там коробки, говорят, углы просто оторваны, емое, там вытащены, там. Украдена вещь из-за этого, емое, ну, что говорить об этом. А тем более, например, в Европе под Новый год там кучу чурок нанимают, которые вообще в жизни никогда там не работали, мы ничего не знаем. Просто с объемом не справляется сам Амазон. А в Чехии у меня вот у знакомых, которые открыли огромный склад, просто, он говорит, народ набрать не мог. Просто высок народу не живет, чтобы работать на этом Амазоне. Такие огромные склады. Куча, ну, это я уже рассказывал. Ну, мне кажется, что можно пробовать препцентрами. Ну, не знаю, можно, конечно, посредник через препцентры прогонять, но это тоже не такой, не дешевый вариант, мягко говоря. И препцентр, человек, препцентр, не знаю, там качество он проверяет, а вы доверяете, может, там они что-то проглядят. Они там наклейки наклеить умеют, переупаковывать умеют, проверка качества. Ну, наверное, я просто говорю, я не дропшипер, не онлайн-арбитражник, из-за этого я не знаю, чем там препцентры занимаются так вот плотно. То есть у нас задачи есть там, например, когда у человека завис товар, неправильно стартанул, и уже возникают периодически вопросы рестарта. Но рестарт мы делаем, стараемся тогда, когда потенциал у этого товара есть, у этой нише, сезонность. Например, человек запустил в зиму летний товар, например. Вот, или человек запустил вообще крайне криво, неправильно, неграмотно. Вот, а маржа есть, все есть. Вот, и можно на данный момент, то есть вложены деньги серьезные, например. То проще его реально вывести в предцентр, переупаковать, сделать новый лестный шипмент и обратно отправить на Амазон и с новым бустом то эти две недели с белого листа запустить. Это гораздо дешевле, чем, например, по одной позиции вывозить там индусами, там, я не знаю, раздачами. Ну, это просто намного сложнее и дороже будет. Вот, так что такая вот история. Вот я сейчас вижу, мне тут написали вопрос по поводу... А подскажите, сколько будет стоить открыть категории Автомотив, НБ? Вот, да, один раз открыл и забыл. В вашем аккаунте есть, насколько я знаю, опять же, правила Амазон сами меняются. Но, насколько я знаю, да, открыл, да, вот, даже аккаунт, некоторые продавали, не покупали, а именно, когда открыты категория. Нет, для каждого товара не надо, только надо конкретную категорию. Вы открылили своего товара, то есть вы обосновали, что вы реально торгуетесь этим товаром, в этом разбирается. Я узнаю, отпишусь. Есть большие склады типа Амазон, в большом количестве. Вот, на Амазоне мир не заканчивается. Надеюсь, вот, слухи идут, что Walmart тоже самое будет делать. То есть Walmart, насколько я понимаю, работает через вендоров только. То есть они отсеяли такие, как мы. Мелочевку. Вот, потому что основная масса здесь, я думаю, это мелочевка. Вот, а что, кстати, вендорам надо иметь юридическое лицо, платить налоги, я так понимаю. Ну и все вытекающие. Вот, и Walmart, наверное, думает, что, как это сказать, конкуренцию повысить, чтобы им там сладко не казалось. Вот, ну не знаю, что получится. А так обычные склады. Обычными складами пользуются опять более крупные. Вариантов много всяких разных. Начиная от торговли без FBA. FBA дает 80% продаж, но все равно некоторые экономят на этом. По каким-либо причинам. Второй момент это, когда у вас или крупный габаритный груз, просто, потому что на Амазоне ограничение 5000 негабаритный, нормальный товар 500 габаритный товар. Можно, конечно, сумму увеличивать, но опять сложность, и за это надо все платить. Амазон не самый дешевый склад, мягко говоря. Вот, и многие хранят товар на своих, на своих складах, на чужих складах, и просто допоставляют, чтобы не было автостока. Это особенно касаясь тех товаров, которые возят с контейнерами и так далее. Вот, то есть морем. Ну, есть вот человек здесь, я не знаю, спать пошла она. Да, понятно. Только вы, наверное, используете Pinterest. Как раз... А, нет. Есть, есть у меня человек. Потом обратитесь, я вам скажу, кто занимается Pinterest и Twitter. Вот, потому что говорят, мы, не знаю, в ближайшее время, не знаю, кстати, вот вопрос, кого интересует Handmade, кого интересует Etsy, напишите, может быть, эту тему поднять. Потому что у меня есть человек с опытом работы на Etsy, учится, обучается у нас на Амазоне, как торговать, и запустить Handmade, и продвигать вот эти все вещи. Человек уже давно работает на Etsy, занимается внешним трафиком, Pinterest, Twitter. Ну, потому что говорит, что Instagram в Америке намного хуже работает. Facebook тоже нам по видео показывает истории про то, как запускают через тематические группы, там, царапки для кошек. А вот тут вот такая информация поступает, что на данный момент самая тема – это Twitter и Pinterest. Хотя и на Instagram из Pinterest можно делать покупки в Америке, вот, но Instagram больше типа для селфи. А Facebook больше для деловых каких-то таких вот групп, сообществ, а вот Twitter больше как бы для продаж. Ну, вот говоря так. Ну, по предцентру мне вот должен завтра человек позвонить, что-то предложить. Я много со многими делал по предцентру, то есть, если уже готовы какие-то такие вот услуги, обращайтесь в любом случае. На данный момент, пока руки до этого не доходят, то есть, я бы хотел структурировать, группировать, проверять любые услуги, которые мы предлагаем через группу, пускай даже там с этого зарабатывать небольшой процент, но самое главное не в этом, а самое главное, чтобы это было структурировано. Пока непонятно, очень многие обращаются как посредники. Я честно могу сказать, я не хотел бы в группе рекламировать тех людей, которых вообще не знаю, которых не пробовал. Из-за этого я им разрешаю, но это чисто на… имейте в виду, на ваш страх и риск. То есть, кого я знаю, я за них сам говорю, приглашаю, разговариваю, кого не знаю, просто с ними знакомлюсь, общаюсь в принципе. То есть, и говорю им, чтобы… ну, как себя вести в группе, так скажем, просто элементарно, меры приличия. А рекомендовать я, естественно, их не могу, потому что я с ними не работаю. Ну, вот, так что можно как-то собирать там какую-то базу. Я бы предлагал обменник сделать по обменнику, потому что какие-то так… ну, особо нет востребованности, я так понимаю. Ну, давайте вот я… напишите мне про хендмейд Эдси. Я тогда, значит, напишу. Потому что по книгам я вообще не понимаю ничего там. То есть, я никогда книги не собирался писать, я не писать. Вот, а вот по хендмейду мне как бы интересна тема. Ну, про Shopify я сам не знаю, из-за этого ничего не могу сказать. Shopify – это, я так понимаю, площадка, которая интегрирует в себя, там, или как правильно сказать, те же Амазоны, там, другие торговые площадки. Вот, там, имеет какую-то стоимость. Ну, если и будут специалисты, попадутся. Я просто решаю проблемы по мере поступления, чтобы до Shopify не доросли. Не с теми, с кем я работаю, не, соответственно, я сам. Вот, а я не люблю рассказывать о том, чего я сам фактически не знаю или знаю хуже, чем те, кого я так скажем не знаю. Вот, еще вопросы есть? Аж полтора часа. Я думал, я сегодня за полчаса умыть со мной. Минут за сорок. Не, ну, Shopify, понятно. Ну, там, помимо конструктора, еще он хорошо интегрируется с тем же Амазон. Вот, и опять же, за него там надо платить деньги. Вот, то есть, из-за этого, мне кажется, просто очень много я людей знаю, которые не запускаются на старте. Многие говорят, я готов там вложить больше. Да понятно, что мы можем пойти в последнюю машину, квартиру продать, когда мы чувствуем, что здесь товар пошел. Вот, но опять же, никакие гарантии, что первый товар пошел, и потом не будет с ним проблем, или второй пойдет так же. Вот, то есть, все равно люди все влазят в это осторожно. Тихо, мирно, постепенно. Просто для одного тихо, мирно, постепенно это тысяча две доллара вложить, а для другого десять двадцать. Ну, вот, соответственно, и выхлопы у всех разные. Ну, тридцать девять долларов. Я вот, честно говоря, не пользовался, даже не знаю. Я на нем, по-моему, регистрировался, смотрел, как он выглядит, но не очень интересно. Если есть специалисты по Shopify, я не против, с удовольствием провести лайк, расскажите. Пишите в личку, стучитесь, то есть, пообщаемся. Ну, что-то там. Сервисы предложите, может, людям. Shopify настроить там, я не знаю. Ну, что, еще есть что-нибудь? Давайте, что-то, пять минут, наваливайте вопросов и по домам спать. Или у кого утро, не знаю. Что, Сергей? Ты что им скажи? Денис, ты же у нас ведущая скрипка. Я же так, отзывы, грубо говоря. По отзывам. Картина та же, пока без особо ярких изменений, слава богу, наверное. Поэтому людям пишем, поднимаем товар. Ну, и ты там, со своей стороны, что же этот товар ведешь, и поэтому в комплексе получается процент 90, что себя доволен. Ну, посмотрим, в любом случае. Тут опять довольность тоже. Ну, нет, нет, но есть и такие товары, да, которые мы и отзывы по ключевому слову делаем, и ты посеву продвигаешь, и они все равно не выходят. Никогда не стремится. Да, и везде свои сложности. Да, поэтому... Да, так и сделаем. Так. Вопросы, вопросы, вопросики. Или предложения. РАЦ. Ну, для буллитов, я говорю, я делаю строчку полторы-две мацены. Опять же, в зависимости от товара, какое у него преимущество реально. То есть, ну, бывает товар простой, а бывает сложный. То есть, ну, в любом случае, это от одной до двух строчек, не больше будет. А кейворды – это две тысячи символов. С пробелами, там, с запятыми, со всеми делами. Не, ну, в любом случае, вы обращайтесь, я могу сказать, я лично консультации провожу бесплатно. Вот, просто в разумных пределах. Когда люди начинают наглядеть, естественно, приходится это как-то объяснять. А так, ну, это несложно. Мы в основном, вот сейчас, на данный момент, мы продвигаем наш курс. Пока продвигаем его внутри нашей группы, внутри YouTube-канала. Вот, ну, руки дойдут, может, займусь поиском программистов. Потому что, когда дело доходит, как правило, никого нет. То все SEO-шники, все программисты сайты делают за 10 минут, а за неделю делают вообще великолепный сайт, или там, я не знаю, за несколько дней. Когда дело доходит, всегда какие-то проблемы возникают. Вот, ну, не хотелось бы делать стрёмные сайты, вот, ну, и не хотелось бы много денег за них платить. Потому что, пока на данный момент, я не знаю, куда все это будет развиваться, и упор делать на обучение я бы не хотел. То есть, само собой, как она будет, обращайтесь, в любом случае пообщаемся. Преимущество, вот, у нас там, например, индивидуальное и групповое. Чем групповое? Минусы то, что ограничения есть, а плюсы то, что вы можете общаться со всеми, и вы получите гораздо больше знаний. Vix мне тоже нравится, но у него домен надо отдельно покупать себе, будет Vix-овский домен. Можете позвонить сейчас после этого самого лайва. Как понять? Поймете, я думаю, со временем. Я напишу. Не, ну, есть люди, которые в день по несколько раз пишут. То есть, постоянно пишут, 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 пишут. Ну, вот. А времени просто нет. А так мы здесь как бы вроде собрались для того, чтобы... И группа, в принципе, развивается только из-за того, что идет какая-то помню друг друга, мне кажется. Ну, все, я думаю. В принципе, все, что хотел, сегодня рассказал. Вот. В следующий лайв я напишу тогда тему. Если никаких спикеров не найду, потому что реально сейчас с этими курсами зашиваюсь. Потому что там, получается, четыре... Ой, два этих общих с собой пока мы не наладили там. Проверяем там, помогаем. А еще два лайва здесь. У меня просто колпат уже едет. Вот. Так что, помимо всего прочего. Так что, вот такая вот история. Плюс сейчас мы будем запускать товар. Самое интересное. Вот. Товар будем запускать. Ну, это в любом случае сейчас самое муторное. Вот это вот туда-сюда. Пятый, десятый. Но в любом случае мы сейчас... Я думаю, неделя... За недельки-две, наверное, что-то уже какой-то такой... Понимание уже будет. Вот. И начнем активную деятельность по товару. Это будет самое интересное, конечно. Я не знаю, что у меня есть в личной консультации. Просто не напишите в личку. Вот вы, другие, встретились на личной консультации. У меня нет... Это, как его называется... Помощника, секретаря. Никуда не надо, другие. Никуда не надо. Вот. Вот. В принципе, что смог. Честно могу сказать, энергии что-то совсем нет. Вот. Что смог рассказал. Что в голову пришло. То есть, тема такая интересная. Вот. Мне по Европе реально... Я очень давно это хотел сделать. Вот. Я, в принципе, нашел очень интересных людей по Европе. Особенно Александра, который именно у нас является админом в группе. То есть, он у него знанник. Просто кладезь знаний. Нам до него очень далеко. Вот. Но в любом случае, за нас никто работу делать не будет. Придется все равно свои шишки набивать. Нас сейчас все-таки не один я, а несколько человек. То есть, мы как в любом случае, нас четверо. Плюс Сергей, плюс еще люди есть. То есть, мы, я думаю, общими усилиями все это сделаем. А потом будет о чем поговорить уже на практике. Уже по Европе. Я потому что не знаю информации по Европе вообще. Централизованы, структурированы, интересны и с нормальной подачей. Вот. Ну, будем, наверное, мы первыми. Может быть, нет. Посмотрим. Всем удачи. Всем пока. Все, пока. Пока. Надеюсь, было интересно. Интересно.